Hey, всем привет! С вами я, Энн, учитель английского. Ранее я уже рассказывала вам о том, как эффективно учить английские слова с помощью приложения Anki. Если вы не смотрели еще это видео, обязательно посмотрите его вот здесь. Ну а сегодняшнее видео будет о том, как создать свои собственные карточки в Anki и забивать туда свои собственные слова. Для того, чтобы создать свои собственные карточки в Anki, нам понадобится компьютер и приложение Anki на компьютере. Вот сейчас мы в нем и находимся. И для того, чтобы начать создание карточек, нам нужно кликнуть на Tools, Manage Note Types. После этого нажимаем Add, добавить. И вот здесь очень важно выбрать Close. Нажимаем OK. После этого нам нужно назвать наш тип наших карточек. Ну, допустим, давайте назовем его Cards. После этого выбираем этот наш тип и выбираем вкладку Fields, поля. После этого нажимаем добавить и добавляем наше первое поле, которое будет называться IMG. IMG это значит изображение, то есть здесь в этом поле будет изображение нашего слова. Следующее поле будет у нас называться Keyword. Keyword это именно то слово, которое мы хотим выучить. Следующее поле Definition. В нем будет объяснение этого слова по-английски. Далее у нас с вами Example. Пример употребления этого слова. Далее у нас будет поле Russian. Это русский перевод. И Sound. Sound это звук, то есть то, как звучит наше слово. После того, как вы добавили все поля, то есть у вас должно сейчас быть точно так же, как у меня, нажимаем Save. Все сохранилось. Окей. После этого нажимаем на вкладку Cards. И вот здесь нам понадобится вставить тот текст, который будет под этим видео. А у меня этот текст вот здесь. Итак, мы его просто копируем. Ctrl-C. И вставляем во Front. Ctrl-V. Вставили. Дальше выбираем Back Template. И смотрим на следующий код, который у нас в Back. Тоже его берем Ctrl-C. Все это выделяем. Вместо этого копируем Ctrl-V. И выбираем Styling. Сталинг это то, как будет выглядеть текст на нашей карточке. И тоже копируем вот этот вот весь код. Так. Ctrl-C. Все это выделяем. Можете даже это удалить и скопировать. То есть вас должно быть... Вы должны скопировать полностью код, который я вам дала под этим видео. Вот сюда. Итак, посмотрите. Вот Front Template. Это то, как будет выглядеть передняя сторона вашей карточки. Это то, как будет выглядеть задняя сторона вашей карточки. Когда вы нажмете ОК. И это то, как будет выглядеть ваш текст. Далее нажимаем Save. Нажали Save. Все сохранилось. ОК. И после этого мы опять переходим с вами во вкладку Fields. И здесь вам нужно удалить первые два пункта, которые были по умолчанию. Делаем все в том порядке, как я вам рассказываю. Это очень важно. Делаем вместе со мной. И так у вас после этого остается всего лишь шесть полей. После того, как вы удалили и нажали на кнопку Delete. Нажимаем Save. Все ОК. Все сохранилось. Посмотрите. В общем-то на этом-то и закончено создание типов карточек. Давайте посмотрим, что мы делаем дальше. Нажимаем закрыть. И вот далее. Нам нужно с вами выбрать колоду, в которую мы будем добавлять наши карточки. Вы можете выбрать колоду, которая у вас уже есть, или создать новую. Для того, чтобы создать новую колоду, мы просто нажимаем Create Deck. Вот здесь. Ну и нажимаем имя нашей колоды. Давайте мы ее назовем просто Deck колода. ОК. Вот она у нас, эта колода. Мы заходим в нее, нажимаем на нее. И нажимаем на кнопку Add. Добавить. После того, как мы нажали, мы видим все поля, которые мы прописывали для наших карточек. Посмотрите, вот они наши. Вы должны проверить, чтобы у вас обязательно во вкладке Type стояло Cards. Стоял тот тип карточек, который мы с вами только что создали. Но рядом с колодой стояла та колода, куда вы хотите загрузить ваши карточки. После этого вам нужно найти то слово, которое вы хотите выучить, где-то в переводчике, в интернете. В общем, сейчас масса всяких ресурсов. Я рекомендую пользоваться Cambridge Dictionary. Также есть Oxford Dictionary. Ну или просто Яндекс.Гугл.Транслейт. Здесь your dictionary еще вот у меня есть, тоже неплохой ресурс. Находим наше слово. Например, Strawberry. Да, мы написали. Клубника. Мы хотим выучить слово клубника. Берем картинку этого слова, нажимаем на эту картинку правой кнопкой мыши, копировать картинку. Так вы можете сделать с любой картинкой из интернета. После этого переходим в наши поля и нажимаем Ctrl-V. Вставить. И видите, вот уже наша картинка вставлена в поле IMG. Следующее поле Keyword. Это то слово, которое мы учим. Забиваем туда Strawberry. То слово, которое мы хотим выучить. После этого Definition. Definition это объяснение этого слова, его значения. Я рекомендую вам значение писать по-английски. И смотрите, вот у нас это значение уже здесь есть. Мы его копируем. Нам, например, будет достаточно только до запятой. Остальное, в общем-то, уже и так понятно. После того, как мы копировали вот здесь эту строчку, нам нужно эту строчку вставить в поисковую строку. Ctrl-V. Опять ее выделяем и копируем ее еще раз из поисковой строки. И после этого, только после этого вставляем ее в поле Definition. Мы это делаем для того, чтобы сбросить стилистическое оформление текста. Если вы копируете текст просто с сайта, то в нем уже зашито выделение или, может быть, курсив. Нам это все не нужно. После того, как мы вставили наш Definition, нам нужно добавить туда еще наше слово Strawberry. Strawberry is. Для того, чтобы у нас был здесь пропуск. Посмотрите, как делать пропуск. Выделяем слово и нажимаем вот на этот значок. Close Deletion. Посмотрите, у нас выделилось это слово. И на нашей карточке вместо слова Strawberry у нас будет пропуск. Это делаем обязательно в поле Definition. Для того, чтобы, во-первых, у нас с вами все красиво выглядело. А во-вторых, это улучшает наше с вами усвоение. Когда мы видим английское определение и видим пропуск, наш мозг сразу начинает думать, что же там будет. И тогда мы приходим к нашему слову намного быстрее. После этого у нас с вами поле Example. Пример. Пример употребления этого слова. Давайте посмотрим. На этом сайте также есть примеры употребления. Ну, например, вот этот пример. Мы его тоже берем. Ctrl-C копируем. Точно так же вставляем в поисковую строку. Ctrl-V. Ctrl-A мы еще раз выделяем. И Ctrl-C мы еще раз копируем. И копируем вот сюда. И опять-таки, нам с вами нужно убрать это слово, чтобы его не было. Чтобы мы сами с вами догадывались о том, что это такое у нас там будет. Поэтому точно так же выделяем слово Strawberries. Нажимаем вот сюда. И здесь важно вот эту двойку поменять на единицу. Не пугайтесь. На самом деле вы к этому привыкнете и будете добавлять карточки намного быстрее. Более того, когда вы такие красивые карточки добавите, вы уже будете знать это слово на 50%. Потому что после того, как вы найдете определение этого слова, найдете картинку, и все это так вот будете копировать, вы сами уже будете его знать. То есть здесь работа идет не только для того, чтобы добавить красивую карточку, но еще и для того, чтобы лучше ее запомнить. Russian, ну это русский перевод, соответственно, клубника. Пишем здесь по-русски. И посмотрите, последнее поле, которое у нас осталось, это поле Sound. Это звук. Звук мы будем записывать с вами вместе, свой голос. Что делаем? Мы берем, смотрим то, как звучит это слово на сайте. Мы послушаем его давайте. Strawberry. Strawberry. Да, strawberry. После того, как вы поймете, как оно звучит, вы берете и нажимаете вот на этот значок и говорите сами это слово. Strawberry. Strawberry. Вот таким образом выглядит наша карточка. Все. Все. Нажимаем add. Добавить. Edit. Добавлено. Отлично. Также вы можете добавить сколько угодно карточек. Но мы с вами сейчас посмотрим, что же у нас вообще получилось. Вот смотрите, у нас одна карточка добавилась. Мы можем нажать Study Now, начать ее учить. Давайте на нее посмотрим. Вот она, наша карточка. Посмотрите, как она красиво выглядит. И я вам рекомендую создавать именно такие карточки, а не русско-английский перевод. Также ваш мозг будет учиться работать сразу по-английски, без русского перевода. Ну и вот, соответственно, там, где мы добавляли с вами пропуски, они будут выглядеть вот так. И мы с вами тут, соответственно, пишем Strawberry. Смотрите, мы нажимаем показать ответ. Show answer. Strawberry. И после того, как мы нажали, мы услышали то, как звучит это слово. Таким образом, мы запоминаем с вами слово во всех измерениях. То есть мы видим, как оно выглядит. Мы читаем его. И также мы с вами видим его в контексте и слушаем, как оно произносится. Все. После того, как вы проделаете такую работу, вы добавите карточки самостоятельно. Вы их будете учить. Я вам гарантирую, что вы почувствуете, как растет ваш словарный запас. Обратите внимание, что как только вы добавите тип карточек, то есть проделаете все то, что мы сегодня с вами делали, вам уже не придется это делать еще раз. То есть после этого вы можете сколько угодно заходить в приложение, сколько угодно, нажимать add, выбирать наш тип cards и добавлять свои карточки. Все. То есть сделать это нужно всего лишь один раз для того, чтобы у вас была возможность добавить такие красивые и эффективные карточки. Чтобы загрузить эти карточки на мобильный телефон, нам нужно нажать вкладку sync или синхронизация. Мы на нее нажимаем. Ну и соответственно, нам нужно зайти под своим аккаунтом. Если вы не зарегистрированы в банке, обязательно это сделайте. Это очень важно для того, чтобы не потерять свой прогресс. Нажимайте сюда, если вы не зарегистрированы. Если вы зарегистрированы, то вводите свой пароль и ID. Нажимайте ok. И после этого ваши карточки будут выгружены в общую базу Anki. После этого вы берете свой мобильный телефон, точно так же нажимаете sync. И он у вас спросит, что вы хотите загрузить из базы информацию или выгрузить. Вы скажете, загрузить из базы. То есть из той самой базы, куда мы только что выгрузили наши карточки с компьютера. Мы нажимаем загрузить. Все. У нас на телефоне все то же самое. Если у вас еще остались какие-либо вопросы по поводу добавления карточек в Anki, обязательно задавайте их в комментариях. Но если это видео было вам полезно, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. See you next time!